Наши пра-пра и, пожалуй, еще раз пра-бабушки. Как они выглядели, что носили и чем занимались дамы состоятельные, не очень жившие в небольших провинциальных городах сто лет назад? С начала 20 века роль женщины во многом меняется. Ну, к примеру, вот здесь буквально рядом с нами женская гимназия. Вот наша нынешняя гимназия, она возникла и до советского времени она работала как женская гимназия с 1893 года. У нее была, так сказать, директриса, вот она есть у нас там, Береснева. Преподавательцы в большинстве своем были женщины. Они, окончив 7 классов, считалось, что они окончили основную школу. Но если девушка заканчивала еще 8 класс, она получала диплом и право быть домашней учительницей. Их жизнь отличалась от жизни шикарных столичных дворянок, которые могли себе позволить и платье из Парижа заказать, и манто из Лондона выписать. Зато в террасполь попадали заграничные модные журналы, и местные модистки по ним создавали сложные наряды, привести в порядок которые было непросто, требовались специальные приспособления. Вот такой оригинальный утюжок, с помощью которого можно было тщательно, детально и безукоризненно отгладить очень сложные некоторые виды одежды, разного рода фестоны, какие-то вафли, какие-то складочки и так далее. Создавалась красота в совершенно непривычных для нас условиях. Даже надеть самой платье, а это еще и корсет и нижние юбки, было довольно проблематично. Что уж говорить о прическе. Это устройство использовалось для завивки волос, что-то вроде двухрожковой плойки. Пользовались ею примерно так же, как и сейчас. Мы берем прядь волос, зажимаем, а затем отпускаем. Только сначала этот агрегат нужно было нагреть на печной станине, ведь электричества, как вы понимаете, тогда еще не было. Как выглядели женщины в то время, можно увидеть на фотокарточках. Кстати, некоторые из них сделаны в фотоателье человека по фамилии Тираспольский. Это очень известный в те времена фотограф, у которого были ателье еще и в Москве, Одессе и Варшаве. А вот о возрасте дам судить по фото очень сложно. Выглядели девушки тогда намного старше своих современных ровесниц. Дело в том, что продолжительность жизни другая. Скажем, в начале 20 века средняя продолжительность жизни в России была 40 лет. И тогда совсем другая система питания, совсем другая система просто поддержания организма в рабочем состоянии. Кроме того, все то, что было обыденным и повседневным, требовало гораздо больше физических усилий. Скажем, принести там этот уголь, принести эти дрова, все это разжечь. То есть те же годы были наполнены большим расходом жизненных сил. В Тираспольском объединенном музее предметов быту, принадлежавших женщинам состоятельным, не так уж и много. Вплоть до середины 20 века свою принадлежность к дворянству или купечеству тщательно скрывали. Как и вещи, которые могли об этом рассказать. Редактор субтитров А.Семкин